Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Таможенники страны собрались в Анапе на чемпионате по волейболу среди мужчин. 4,5 миллиона туристов побывали в Анапе с начала текущего года. Из них 900 тысяч выбрали отдых на нашем курорте по маршрутам выходного дня. Цифры прозвучали на совещании, посвященном завершению сезона 2016. Глава города Сергей Сергеев подчеркнул, что высокий результат обязывает к наведению порядка, борьбе с незаконными постройками и выводу деятельности всех без исключения предпринимателей в правовое поле. Это вопрос налоговых поступлений, а также социальной защищенности работников. Также необходимо продолжать усиливать меры безопасности. В мэрии рассчитывают на помощь общественности, в том числе казачеству. Городообразующая отрасль, если можно так сказать, выдохнула. В городском театре отметили лучших. Сами награжденные говорят, что год был не простым, но экономически эффективным. Александр Дмитров руководит пансионатом на 350 мест. До начала сезона прошла обязательная сертификация. Предприятию присвоили две звезды. Лучше две честные звезды, чем четыре с какими-то недоработками. Мы, конечно, стремимся дальше. В этом году заполняемость была очень хорошая по сравнению с прошлыми годами. Пробелов между заселениями практически не было. То есть только выезжали люди, следом приезжали другие, которые уже жаждали поселиться именно у нас, поселиться именно в нашем городе, на нашем побережье. Уже в деловой обстановке подвели итоги. Глава города Сергей Сергеев заявил, что высокий результат обязывает со всей ответственностью подойти к подготовке сезона 2017, навести порядок в сфере торговли, на пляжных территориях и в курортном бизнесе. Люди требуют от нас. Самое главное, чего они хотят, это порядка и комфортность нахождения этих людей. Совершенно правильные требования. Вот эта борьба, которая ведется сегодня с незаконной торговлей, она в принципе направлена на сохранение здоровья населения. Борьбу с контрафактным алкоголем Сергей Сергеев выделил в отдельную тему. В городе действует 35 мобильных групп из сотрудников администрации. Львиная доля суррогата изымается после их обращений в полицию. С начала года с прилавков убрали 112 тонн сомнительной продукции. На 20 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объединим свои усилия по собиранию налогов, по тому же курортному сбору. Тут и ЗОЗовцы должны помочь с неуемной энергией и все остальные органы. Мы ведем общественный порядок на улицах совместно с нашей милицией, чтобы и казаки, и милиция и по ночам следила, и не угрозбирала инстанционированную торговлю. По словам мэра, Анапа единственный, кроме Краснодара, город в крае, где ежегодно из бюджета выделяют деньги на нужды казачества и дал понять, что рассчитывает на их поддержку. У нас есть все возможности сегодня, чтобы Анапа была безопасной, красивой, уютной. И еще много-много синонимов можно приводить к слову «красота» города. Сергей Сергеев также отметил, что законодательно сегодня не урегулирован вопрос с эксплуатацией аттракционов на пляжных территориях. Полномочий запретить эту деятельность у муниципалитета нет, но допустить повторение трагического случая гибели подростка нельзя. Еще одна проблема – инфраструктура не поспевает за темпами строительства. В Анапе уже появились яркие примеры, когда застройщики выполняют обязательства и обеспечивают свои объекты коммуникациями. Особенно остро стоит вопрос канализования в Витязево и СУКО. Локальные очистные сооружения – выход из сложившейся ситуации. В СУКО один из застройщиков изыскал средства и закупает оборудование для локальных очистных. Что мешало нашим землякам в Витязево? В Витязево есть такие осеницы. Хотите, я вам скажу, что мешало? Потому что где-то на 150 мест размещения надо 6 квадратных метров земли. Ну, закупите, смортируйте эти очистные сооружения локальные. Так нету 6 квадратных метров, застроено все пятно. Понимаете? Из Витязева в Анапу вдоль Пионерского проспекта идет строительство канализационного коллектора. В целом городские коммуникации выдержали приток отдыхающих, хотя никто не скрывает, что отдельные проблемы были. К этому сезону протяженность оборудованных пляжей увеличили на 2 километра, до 19,8 километров. Новые места для отдыха появились на ряде участков вдоль Пионерского проспекта в поселке Витязево и станице Благовещенской, с которой связывают дальнейшее расширение курорта. Сегодня там строят дополнительные водопроводы. Глава города считает, что необходимо создавать условия для строительства и расширения детских лагерей. В одном из них сегодня создают дополнительные 200 мест. Со своей стороны муниципалитет помогает подключить новые здания к воде. Значительно снизили расходы на реализацию технических условий, взяв их на себя. Я считаю, что это правильно. Анапа остается главным детским курортом страны в этом году. С родителями в здравницах отдохнули около 1 миллиона детей и подростков. В администрации напоминают о необходимости обеспечить охрану периметра и установить пожарную сигнализацию в детских лагерях. 11 августа загорелся один из корпусов базы отдыха Витязева. Никто не пострадал. 108 детей обеспечили всем необходимым. 88 из них приняли другие лагеря. За каждую страну за подростки для детей были закреплены сотрудники администрации для согласования и разрешения проблемных вопросов. Без их не работали психологи. Благодаря четкому взаимодействию всех структур удалось быстро локализовать очаг возгорания. Глава города подчеркнул, что сегодня конкуренция в сфере оказания курортных услуг очень высокая, в том числе и между соседями по побережью. В такой ситуации каждый, думающий только о личной выгоде, в итоге вредит всем, а значит и себе в том числе. Содержание анапских пляжей – весомая статья расходов в бюджете любой фирмы-арендатора. Но нести эти расходы хотят далеко не все, стремясь сэкономить на чистоте и порядке. Муниципальное предприятие объединения курортных услуг даже в межсезонье не оставляет работу по уборке пляжей. Не дают расслабляться осенние шторма и непогода. 11 тысяч тонн водорослей и полторы тысячи тонны твердых бытовых отходов. Рабочие мупаку в высокий сезон на пляжах круглосуточно. Специалисты говорят, что в этом году были рекордные выбросы комки впервые за 10 лет. Казалось бы, в межсезонье отпуск для анапских коммунальщиков. Но море приносит сюрпризы с каждым штормом. Осенью наступает сезон штормов, и нам приходится все это дело собирать. После штормов выносят палки, выносят бревна и бытовой мусор. Все зависит от погоды, от матушки природы. А так, ежедневная уборка у нас идет в пляжи. А уже по погоде, когда есть шторм, то есть тогда уже в усиленном режиме стараемся в течение максимум трех дней ликвидировать. Это, повторюсь, комка и бытовой мусор. В этом году нагрузка на муниципальные предприятия возросла. К фронту работ на берегут, и так достаточно протяженному, добавилась уборка Пионерского проспекта. Затраты колоссальные, но на санитарной очистке гора давно не экономят. Чего не скажешь об арендаторах отдельных участков пляжей. Есть нормальные, порядочные арендаторы, которые исполняют условия договора и заключаются с обслуживающими компаниями, в частности с нами, на уборку этих территорий. Но есть, конечно, группа людей, которые, я не знаю по каким причинам, они не соблюдают требования договора и отказываются заключать, находят всякие отговорки, всякие уловки, чтобы не заключать договора. Но, тем не менее, мы убираем эти территории, поэтому это как бы на их не совести. Лечебный пляж в межсезонье, свободный от лежаков и тон разлагающейся комки. Летом настоящее пятно позора для всего города. Жалобы отдыхающих и десятки нелицеприятных отзывов волнуют всех, кроме арендаторов этой территории. Добившись продления аренды по суду, они продолжают зарабатывать деньги, не привнося ничего взамен. На итоговом совещании санаторно-курортной отрасли подчеркнули, к таким арендаторам найдут меры воздействия. В эту субботу состоится долгожданное событие для всей анамской молодежи. Обновленный скейт-парк вновь распахнет свои двери для любителей спорта и активного отдыха. Напомню, скейт-парк восстанавливали после поджога по поручению главы города Сергея Сергеева. На эти цели было выделено 2,5 миллиона рублей. Сейчас идут завершающие работы. К открытию практически все готово. После замечаний, сделанных главой Анапы во время недавнего визита, здесь исправили целый ряд недочетов. Заменили лампочки в светильниках, покрасили заборы, побелили парапет. Спилили пострадавшее во время пожара дерево, установили скамейки и урны. Полностью восстановленный после прошлогоднего пожара скейт-парк сделан из специального сорта влагостойка фанеры, что предотвращает ее разрушение и увеличивает срок службы объекта. Все деревянные элементы, подвергнутые спецобработке, полностью защищены от гниения и насекомых. Обеспечена герметичность, что препятствует проникновению влаги. Предусмотрены специальные технологические отверстия для циркуляции воздуха внутри конструкции. Многие юные спортсмены, не дожидаясь официального открытия, уже вовсю тестируют обновленный парк. Торжественная церемония открытия скейт-парка состоится уже завтра, 22 октября в 13 часов. Ожидаются визиты почетных гостей, а также показательные выступления мастеров экстремального спорта, ведущих райдеров Краснодарского края и зрелищные соревнования. Еще одно значимое событие – спортивная жизнь Анапы. В спортшколе «Виктория» завершается реконструкция бассейна. Работы идут по графику. В эти дни заканчивается укладка плитки. Чаша бассейна уже готова и теперь должна просохнуть. Нагрузка предстоит немалая. Бассейн вмещает 860 кубометров воды. Также завершается укладка противоскользящего покрытия вокруг чаши бассейна. Ведутся работы по электроподключению всех систем и оборудования, монтаж которого уже завершен. Напомню, что во время капитального ремонта произведена полная замена коммуникаций, систем гидроизоляции, водоподготовки и перелива воды. Приобретено современное оборудование. Общая стоимость работ превысила 14 миллионов рублей. На условиях софинансирования средства выделил муниципальный бюджет и инвестор Абинский металлургический завод. Испытания чаши бассейна, систем гидроизоляции и водоподготовки прошли успешно. Тем не менее, прежде чем наполнить чашу водой, для тренировок пловцов надо дать просохнуть новые плитки. И к середине ноября объект будет готов к эксплуатации. В Анапе во Всероссийском детском центре смена проходит межгосударственный слет представителей пропаганды безопасности дорожного движения из 24 регионов России и Республики СНГ. Юные инспекторы дорожного движения принимают участие в спортивных, интеллектуальных и творческих конкурсах, а также мероприятиях, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. На днях состоялся конкурс среди прекрасной половины участников слета «Мисс Юит». Подробности в сюжете наших коллег. В составе жюри конкурса организаторы и гости смены. Президент интернет-клуба «Юит» и победительница конкурса «Мисс Юит-2015». Первый конкурс – представление костюма. Участницам предстояло подготовить наряд, связанный с темой дорожного движения. Многие весьма креативно подошли к заданию. А ты молодой и талантливый ты, у тебя есть идеи, у тебя есть мечты. Глюй, друг, смелей, приходи поскорей, найдешь ты себя и надежных друзей. Спасибо! Следующий конкурс – домашнее задание. Здесь юные даровани должны показать, на что они способны и почему они достойны короны «Мисс Юит». Я помню белые обои, черная посуда на скручоке твой. Участницы представили подготовленные задания, среди которых зажигательные танцы и красивые песни, стихотворения наизусть и отрывок из произведения Паустовского «Корзина с еловыми шишками». Дядюшка Мисс смотрел на Дагни, не то с ужасом, не то с восхищением, и также смотрел на нее, прижав каждый поток. Я просто наблюдала со стороны и была счастлива, потому что у нас в отряде есть такие активные девочки. Также я болею за Халису Хабашу, потому что она со мной вместе в нашей группе юидовской. Вот, не знаю, все мы здесь как сестры, я болею за всех. В заключительном конкурсе все участницы должны были ответить на вопрос о том, как они представляют свою профессию в будущем. Кто-то ответил, что хочет быть врачом, кто-то – следователем, юристом и даже представителем ФСБ, а кто-то в дальнейшем не представляет свою жизнь без ГИБДД. В конкурсе приняло участие 10 девочек, самая младшая из которых всего 10 лет. Ирина Черфас из Калининграда получила достойное звание Мисс Зрительских симпатий. Вице-мист стала Полина Иванова, представительница Республики Беларусь, но победительница приехала в смену из Липецкой области. Сначала было очень воюнительно, просто все участницы, они были достойны. У них у каждой есть своя изюминка, свой шарм какой-то. Это есть во всех, и все они достойны были. И поэтому, мне кажется, с этим было трудно выбрать. В Витязево завершился чемпионат таможенных органов Российской Федерации по волейболу среди мужчин, посвященный 25-летию таможенной службы. Сильнейшие волейбольные команды таможенников представили Южный, Северо-Западный и Центральный таможенные управления страны. В Лок-Витязь разгорелась нешуточная борьба за победу. С места событий в репортаж нашей съемочной группы. На волейбольной площадке настоящие спортивные баталии. Таможенники показали зрелищную игру. Высокий уровень мастерства команд добавлял азарта и интриги. До последних минут заключительных матчей оставалось загадкой, кто же станет победителем. По итогам заключительных игр победителями чемпионата таможенных органов Российской Федерации по волейболу стала команда Северо-Западного таможенного управления. Капитан команды Александр Жаринов уже пять лет ежеводно принимает участие в таких соревнованиях. Считает, что сегодняшняя победа – итог четкой стратегии и взаимопонимания среди участников команды. Рубилова происходит в принципе за любое место, будь то первое, второе или третье, неважно, в призы попасть всегда тяжело. Но ответственность капитана достаточно скромна по сравнению с тем, как объединиться против сильного соперника. Поэтому на самом деле ребята все молодцы, достаточно просто быть капитаном в такой серьезной организованной команде. В церемонии награждения приняли участие представители Федеральной таможенной службы России Виктор Зольников, заместитель начальника Новороссийской таможни Вячеслав Бирюков и заместитель председателя Динамо-20 Валерий Меринов. Серебряными призерами стала команда аппарата Федеральной таможенной службы. Бронза досталась команде Южного управления. Четвертое место у волейболистов Центрального таможенного управления. Со следующего года Федеральная таможенная служба также будет уделять особое внимание развитию физической культуры, спорта, массового спорта в таможенных органах Российской Федерации. И также спартакиада. Будем в следующем году принимать гостей мы в ходе спартакиады таможенных органов уже 2017 года. Традиционно у нас в поселке Витязево, в городе-курорте Янапа, проходят соревнования по мини-футболу, по волейболу и по плаванию. Так что ждем на следующий год наших друзей. 25 октября во вторник Федеральная таможенная служба России празднует свой 25-летний юбилей. Подробнее о работе Анапского таможенного поста смотрите во вторник в специальном репортаже, посвященном профессиональному празднику таможенников. А я напоминаю, что генеральный партнер программы новости производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете также найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова